Рад вас приветствовать на нашем YouTube-канале инотпостригун. Сегодня у нас на рассмотрении одна из относительно свежих машинок от Мозер. Мозер Ли Плюс Про 2. На самом деле машинки этой уже несколько лет, 3-4 года, может даже больше. Одно время её выпуск приостанавливали, потом опять начали. Ну да бог с ним. Давайте посмотрим, что же у нас снаружи коробки, что у нас внутри коробки. Так, снаружи коробки у нас гордая надпись. Новое поколение умных проводных и беспроводных машинок, умный дисплей, умные три скорости, умная сделана в Германии и так далее. На обороте, опять же, куча всяческих характеристик и, как всегда, нас интересуют не столько характеристики, сколько комплектация. В комплектации у нас то же самое, что у Ли Про 1. Машинка, зарядная подставка, зарядное устройство, оно же сетевой кабель, щеточка, масло и шесть насадок. Те же самые, что и у Ли Про. То есть 3, 6, 9, 12, 18, 25 миллиметров. Что ещё рассказать? Нож используется точно такой же, как у Ли Про. Это нож системы Magic Blade с длиной среза от 0,7 до 3 миллиметров, с пятипозиционным переключателем прямо на самом ноже. Нож быстросменный, но менять его опять не на что. Ножи либо с той же самой длиной среза 0,7-3 миллиметра, либо вообще какие-то там текстурирующие ножи, окантовочных ножей на эти машинки не выпускается. Предполагается, что в пару к машинке вы купите триммер в том же самом дизайне. Машинка обладает быстрой зарядкой. Здесь до 120 минут использования, 60 минут зарядки. Ну, сразу же сделаем ремарочку, что 120 минут это на минимальной скорости и минимальной мощности. На максимальной мощности, само собой, срок использования уменьшится до порядка 60 минут. Имеется схемотехника для поддержания постоянства мощности и скорости. Имеется три скорости. Ну, давайте распакуем, посмотрим, что у нас там стоит. Внутри, как всегда, у нас макулатура. Это инструкция пользователя, это инструкция безопасности, то бишь, не знаю, там, не стричь машинкой в ванной, подключив ее в сеть. Это гарантийник. Обратите внимание, на что не распространяется гарантия. Не распространяется на все аксессуары. То есть, все то, что лежит отдельно от машинки здесь, да, подставка, там, насадки и так далее. И не распространяется на ножи. Чтобы с ножами было поменьше проблем, обратите внимание на эту бумажечку. Внимание, смазывайте минимум один раз в 24 часа. Можно чаще. Смазывать нож надо минимум в пяти точках. Три точки по кромке ножа, там, где зубчики. Справа и слева, в задней части ножа, где две половинки соприкасаются друг с другом и трутся. Можно дальше не читать. Здесь все это перечислено на нескольких языках, но, в принципе, я думаю, картинок вам будет достаточно. Дальше такая вот бумажечка, которая говорит о чудо-инновациях, о том, что здесь три скорости и как их регулировать. Ну, и, собственно, содержимое. Содержимое не сильно-то и отличается от Липро. Можно сказать, вообще не отличается. Та же самая подставка, масло, кисточка, те же самые шесть сдвижных насадок. Насадочки от 3 до 25 миллиметров. Само собой, насадки больших номеров вам не очень нужны. Сетевое зарядное устройство и сама машинка. Ну, давайте посмотрим на машинку. Насадочки здесь, повторим, все сдвижные. Из изменений, прям таких уж ярких по сравнению с Липро, это, конечно же, цвет машинки. Если Липро была у нас серенькая, незрачная, то здесь у нас машинка такого интересного шоколадного цвета. Очень красивый. Мне лично цвет этот очень импонирует. Ну, и добавился жидкокристаллический экран, который показывает более подробную информацию. Показывает он, какая сейчас выбрана скорость, состояние аккумулятора и дополнительную информацию по необходимости смазывания ножа. Здесь была отдельная лампочка, здесь у нас иконки. Итак, три скорости. Вторая скорость, средняя, это то же самое, что у Липро. Скорость будет та же самая, двигатели здесь стоят, кстати говоря, абсолютно одинаковые. Аккумулятор здесь чуть побольше емкости. Ну, в общем-то, и все отличия. Скорость регулируется при помощи долгого нажатия на кнопку. После выключения и повторного включения настройки скорости сохраняются. Ну, пожалуй, и все. Ну, давайте еще раз резюмируем, что же рассказать про эту машинку. Машинка по большому счету та же самая, что Липро, но добавилось еще две скорости. Одна повышенная, чтобы стричь быстрее, и одна пониженная скорость для того, чтобы сделать мотор менее шумным, и меньше пугались те же самые дети при стричке. Но, тем не менее, машинка остается все еще довольно громкой, поэтому, если нужно стричь детей, то лучше, наверное, посмотреть какой-нибудь там Мозер изи-стайл, который совсем тихо. Цельнолитой корпус, удобный индикатор заряда режимов работы скорости и необходимости смазания, нож с регулировкой длины среза. В общем-то и все. Я не знаю, что еще рассказать про эту машинку. Стоит она, само собой, дороже, чем предыдущая версия. Так оно всегда бывает. Надо ли переплачивать? Не знаю. Я бы переплатил чисто за дизайн. Да, она мне больше нравится, она покрасивее. Ну, а три скорости меня, честно говоря, не очень-то интересует. На этом все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях к видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и ставьте лайки нашему видео, если оно вам понравилось. На этом все. Пока-пока.